Добрый день! Я очень рада приветствовать вас здесь всех на нашей сессии по онкопсихологии. Вы знаете, это действительно уже не первый раз мы собираемся на эту сессию. И я вижу, зал не полон, но однако надо сказать, что много людей, потому что в прошлый раз мы занимались совсем в маленьком зале, и он был переполнен. Так что я думаю, что с каждым годом у нас все больше и больше будет людей, присутствующих на этой сессии. За прошедший год у нас произошло очень радостное событие. В сентябре 2018 года у нас была организована, официально, юридически оформлена Ассоциация онкопсихологов Северо-Западного региона России. И здесь в зале присутствует очень много людей, и я могу сказать даже уже очень много, потому что действительно за последнее время поступили заявки, и были некоторые удовлетворены о членстве в этой ассоциации. И несмотря на то, что Ассоциация Северо-Западного региона, в ней участвуют и представители Москвы, и представители Сыктывкара, по-моему, или какого-то крайнего такого на севере города, и других регионов нашей страны. Это говорит только о том, что вот такое профессиональное образование, объединение онкопсихологам очень-очень важно и необходимо. И вот наша, ну да, я хочу еще сказать про онкопсихологов, про наших, что постепенно Ассоциация онкопсихологов участвует в различных мероприятиях. И это было осенью, когда проводилась первая конференция по милосердию, часть членов Ассоциации выступала со своими докладами. Это были и другие конференции, и уже, так сказать, вот мы, к нам поступила заявка, и мы участвовали в конференции с лекцией. Это была большая лекция, с лекцией среди стартовых представителей системы ОМС. У них это тоже психологические аспекты вызывают, в медицине вызывают очень большой интерес. Я думаю, что мы будем не только заниматься тем, что у нас увеличивается число членов, но и участие в различного рода конференциях, и в обучающих программах. Мы будем более активно заявлять о своей работе. И вот сегодняшняя сессия, это тоже, как бы, такое же профессиональное, я думаю, образование, объединение, когда собираются онкопсихологи, которые могут поделиться своими достижениями в виде исследований, материалов исследований. И, кроме того, могут увидеть друг друга, обменяться, подружиться. И, ну, мне кажется, что это будет все время увеличиваться. И в этой связи я хочу всех вас поздравить еще раз с открытием нашей сессии и пожелать огромных успехов сегодня, всегда, и счастья в личной жизни тоже. Спасибо большое, Валентина Алексеевна. Следующий доклад был заявлен как «Психическая травматизация онкологических больных». Пестерова Елена Викторовна, пожалуйста, в качестве дискуссии у нас 10 минут. Мы можем обсудить это с залом. Валентина Алексеевна, вам представляется слово как модератора. Да, вы знаете, ну вот, к сожалению, Елена Викторовна не смогла вот сегодня присутствовать на нашей сессии, вот в силу таких фосмажорных обстоятельств. И я просто, ну, поскольку я тоже не готовилась к этому докладу, то я могу в целом в общей вещи сказать, которые я знаю, о которых она собиралась сказать. И, к сожалению, это не будет каких-либо слайдов. Почему возникла идея этого доклада? Он называется «Риск с психической травматизацией онкологических пациентов». И почему возникла идея этого доклада? Только потому, что, общаясь с коллегами-психологами, которые работают не только в онкологии, а и в других каких-то учреждениях, психологическими практиками, они стали говорить о том, что, а является ли онкологическое заболевание вообще травматичным для человека. Что вот мы наблюдаем людей, и там никакой травмы нет. И вот риск травматизации как раз и как бы ответ вот на такие дискуссии, которые постоянно возникают среди коллег. Ну, во-первых, почему все-таки есть риск травматизации, как мы считаем? Почему? Потому что онкологическое заболевание мы относим к экстремальным и кризисным ситуациям. То есть это не просто кризисные, экстремальные какие-то особенные ситуации. Это стрессовые ситуации, но только если экстремальная ситуация, это сверхстрессовая ситуация, это суперстресс, это на пределе. А кризисная ситуация, кроме того, что на пределе, это еще и пролонгированный стресс. И поскольку, так сказать, вот и в том, и в другом виде существует опасность, вообще в целом при экстремальных и кризисных ситуациях существует опасность психической травматизации. И вот вы знаете, что удивительно, если мы вернемся к истокам, возьмем Николая Николаевича Петрова, имя которого носит наш институт, или вот теперь наш центр, и возьмем его классический труд, можно сказать, для нас классический труд, у него много других трудов, но вот для нас, психологов, классический труд называется «Вопросы хирургической диантологии». И вот в этой книжке Николай Николаевич Петров в 1945 году, обратите внимание, он призывал хирургов обращать внимание на психическое состояние пациентов, чтобы избегнуть всякой травмы, которая только может быть получена. То есть я хочу обратить внимание, всякой травмы, он имел в виду не только физическую травму, видимо, и когда он обращал внимание на психическое состояние людей, пациентов, то тоже имел в виду как раз именно возможность психической травматизации. Это было в 1945 году, это говорит врач, хирург, онколог. Так вот, поскольку, так сказать, по критериям, по признакам, которые характеризуют кризисно-экстремальные ситуации, онкологическое заболевание, оно по этим признакам, оно совпадает. И мы можем говорить об онкологическом заболевании, о ситуации онкологического заболевания, можем говорить, что это действительно ситуация, экстремальная кризисная ситуация для больного. А коль так, то, конечно, возможность психической травматизации. Но тогда возникает вопрос, а почему, почему не всем видна эта психическая травматизация? Ну, во-первых, мы говорим о риске, но не говорим о том, что это будет обязательно у каждого человека. Это одно обстоятельство. А второе обстоятельство, и не менее важно, чем первое, и мне кажется, что мы на это должны особенно обращать внимание, что очень часто переживания человека в этой ситуации, они происходят внутри его. И окружающим людям они могут быть невидны. Вот даже не всем, как мы видим, то, с чего я начала свое выступление, даже некоторым психологам это не видно. То есть переживания, как внутреннее состояние человека, и они не всегда проявляются внешне. А поскольку эти переживания внешне не видны, то можно сказать, что у человека их особенно и нет. И если еще учесть то, что очень часто люди скрывают, что они больные, очень часто люди пытаются не мешать своим близким своими переживаниями, и очень часто они их вносят в себе, причем вносят целыми годами в себе. И вот это как раз кажется, что с ними все в порядке, с ними все нормально. И еще я хочу сказать еще одно обстоятельство. Мы знаем, что в настоящее время в онкологии, в частности, я думаю, что и в других направлениях медицины тоже самое происходит. Происходит такое как бы ускорение процесса госпитализации, лечения, выписки и так далее. И получается так, что человек, вот он обнаружил у себя что-то не в порядке, заболевание, его тут же быстро исследует, тут же быстро госпитализирует. Он еще не успевает в себя прийти, а ему уже сделали операцию, потом надо срочно химию, срочно лучевую и так далее. И у него не бывает, вот в таком цветнуте для него, у него не хватает даже возможности все это подумать, размышлять и так далее. Вы знаете, это иногда напоминает мне, как называется, кейсоновая болезнь, когда человека извлекают, быстро очень извлекают из нормальной жизни в такую жизнь. Он не успевает адаптироваться. Мне говорила одна пациентка, у нее рак молочной железы, она была прооперирована, потом была у нее срочная химия. И она мне говорит, меня накрыло на третьей химии. Вот прошло примерно полгода, когда ее накрыло, она вдруг начала понимать, что с ней происходит. И вот это и есть травматизация. То есть в какой-то момент она неосознаваемая. И еще один очень важный момент. Вот как раз не оказывая помощь таким людям, поскольку у них как бы риск, вернее, мы говорим, что есть риск, но если другие психологи считают, что этого нет, не оказывая людям помощь, то мы создаем как бы опасность для посттравматического стрессового расстройства, которое мы знаем, что оно может возникать спустя не сразу, не как острая травма, а может наступать спустя несколько месяцев. И вот я думаю, что эти обстоятельства необходимо учитывать. Ну вот, я не знаю, можно уже все, да? По времени как? Пожалуйста, вопросы из зала, Валентина Алексеевна. Ну я сейчас просто вывод хочу сказать тогда. Но я не хочу лишнее время тратить, но и вовремя хочу закончить. Хочу сказать вывод. Одним словом, риск психической травматизации у онкологических пациентов существует. Но это не факт, это не значит, что у каждого больного кто-то сумеет справиться, кто-то сумеет адаптироваться, не прибегая к психологической помощи со стороны профессиональной. Но часть людей с этим не справляется. И этим людям нужна обязательно психологическая помощь. Профессиональная психологическая помощь, как с травмированными людьми. Вот такой у меня вывод. Все. Спасибо большое, Валентина Алексеевна.